Добрый день! Я очень рада приветствовать всех участников этой передачи. Благодарю Господа за возможность получать ответы. Благодарю очень за ваше служение. Да благословит вас обильно Господь. И у меня такой вопрос. От Матфея, глава 11, стих 12. От дни же Анна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Вопрос первый. Что значит восхищают? И второй. Какое именно усилие имеется в виду? Дякую за запитание. 12-й вірш Евангелия от Матфея, 11-й розділ. З того часу, как пришел Иоанн Креститель, до тепер Царство Небесное страждає «Від шаленних нападів та лихие люди намагаются здобути его силу міць». Это сучасный переклад украинской мовы. Спасибо за вопрос. Очень глубокий вопрос. Ну, попробуем его разобрать. Написано, что дни Анна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется. Вроде бы кажется, что мы даром получили спасение по благодати, а тут написано, вроде как, силой берется. Как это понять? И употребляющие усилия восхищают его. И слово «восхищает», если мы попробуем открыть, переводится как «хватать», «захватывать», «восхищать», даже «расхищать» или даже «похищать» есть. Ну, то есть самые разнообразные значения. И оно может быть даже прямо противоположным. Ну, если мы посмотрим вот таким текстом, как написано у нас, то, что Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, идет речь о том, ну, я предлагаю свою версию, идет речь о том, что тогда, когда мы приняли Духа Божьего, уверовали в Иисуса Христа, то после этого внутри каждого человека происходит борьба. Борьба внутри каждого человека. Не снаружи где-то, а именно внутри. Борьба — это плоти и Духа. И для того, чтобы возрастать в Духе, то надо предлагать усилия, да, написано «терпением спасайте души ваши» и так далее. Подвиг веры совершайте. То есть это труд, труд любви. И когда Павел говорит, я когда приду и испытаю у вас, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. И вот какая, что это за сила? Это же не сила там изгонять бесов или еще что-то, а это сила победить самого себя, внутри самого себя, потому что рожденный по плоти — это плоть, рожденный по Духу — это Дух. Но рождение по Духу не удаляет от нас рождение по плоти. Оно остается. И Бог дал нам благодать, что Он оживотворил наш Дух, и мы стали живыми в Духе. Но плоть еще остается. И для того, чтобы победить свою плоть, то надо предлагать усилия. И если будем мы предлагать усилия поступать по Духу, чтобы побеждать плоть свою, то мы тогда достигнем Царства Небесного. Ну, вот такая версия.